Велогонка, ярмака народных мастеров, фото из прошлого и концерт поп-звезд. Сочи отметил день города. Сочи и Нагато будут обмениваться спортсменами. Речь о перспективных борцах самбо и дзюдо. Расписание поездов в Сочи обратно изменится с января по апрель. Это связано с масштабным ремонтом железной дороги. В Сочи выбрали супер-маму. Конкурс талантов среди беременных приурочили ко дню матери. Владимир Путин назвал главные задачи «Единой России» на предстоящий год. Глава государства выступил на 19-м съезде партии власти. На форум прибыли около двух тысяч участников партии, целые руководители регионов страны. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении президент отметил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране. И прежде всего, одна из важных задач, которая сегодня стоит перед партией – слаженная и ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни. И, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе. Видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека. Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней. Основные направления работы «Единой России» обозначил председатель партии Дмитрий Медведев. В том числе речь шла и о развитии сельских территорий. Так, со следующего года около 4 тысяч человек смогут принять участие в программе «Земский учитель». В свою очередь, глава Кубани отметил, что в крае, в сельскую местность, планируют привлечь более 100 педагогов. Они получат выплату в размере 1 миллиона рублей. В Сочи отметили День города. Праздничные мероприятия, приуроченные к 181-й годовщине образования курорта, прошли с 19 по 24 ноября. Концерты, выставки и разные точки активности работали во всех районах. Основное празднование состоялось в центре города в субботу. Празднование Дня города началось с торжественного поднятия флага официального символа Сочи. Его поднял почетный караул под музыку военного духового оркестра. На церемонии присутствовали глава курорта Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, а также делегации городов-побратимов английского Челтенхэма и японского Нагата. После иностранных гостей прогулялись по Новогинской и оценили уличную выставку. Куклы-обереги, игрушки, новогодний декор, традиционные сочинские сувениры и многое другое было представлено на выставке работ мастеров декоративно-прикладного искусства. А на этом стенде все желающие могли бесплатно сфотографироваться с совой, выпить горячего чая с ушками и принять участие в акции под хэштегом «Сохрани каштан». Сзади инструкция по уходу, как правильно его выращивать и ухаживать за ним. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сотрудники сочинского нацпарка подготовили больше тысячи семян каштана и бесплатно раздавали их всем желающим. Танцы, музыка, сказочные персонажи и даже съемки фильма. В центре города работали фотозоны, отражающие этапы развития курорта. А вот будущему города был посвящен танцевальный флешмоб. В нем приняли участие полсотни человек. Как обычно у нас проходит всегда день города очень здорово, весело, многолюдно. Есть чем заняться, есть на что посмотреть. Очень все хорошо. Наш город так сам по себе очень красивый. И я бы пожелала, чтобы он в том же духе развивался и становился только красший. Особый темп празднику в спортивном городе задал традиционный велопарад. Три, два, один, старт! Около трехсот человек, как любители, так и именитые спортсмены, проехали по центральным улицам города. Очень здорово, что людей становится все больше и больше. Все очень яркие, все позитивные. С огромным желанием и хорошим настроением мы приехали сегодня поучаствовать в этом масштабном событии. Отдельная велогонка на Кубок главы города Сочи прошла среди профессиональных спортсменов и ветеранов велосипедного движения. Этот вид спорта, по поручению главы города, сейчас активно развивается на курорте. В этом году и закупили новые велосипеды для отделения школы спортивной. И сегодня мы проводим такие велопарады, такие велогонки. И рассчитываем на то, что Министерство спорта Российской Федерации вернет традиционный этап велогонки всероссийской в город Сочи. Мы готовы. Мы уверены, что будет именно принято положительное решение, потому что нас все поддерживают. Центральные улицы перекрыли ненадолго. Уже к 11 часам движение было восстановлено. И попасть в центр города, где проходили народные гуляния, жителям и гостям курорта не составило труда. Отдельное творческое пространство для детей было организовано в Черешневом саду. Развлекательная программа, игровые площадки, выставки, фотозоны, интересные квесты и мастер-классы. Очень приятно удивлен тем, что в Сочи проводятся такие мероприятия интересные. Вот, допустим, трогательный зоопарк, потом вот эти сниматические выставки. Мастер-классы очень интересные для детей. Самое главное для растущего поколения. Это, я считаю, очень хорошо. В Сочи и такие праздники – это очень приятно. Мы очень рады, что для деток все это создается. Дети могут расслабиться, порадоваться и природой, и солнышку этому, и общению. Мы рады этому празднику. Празднование Дня города завершилось концертами. На площади флага выступили духовой и симфонические оркестры, а также кубанский казачий хор. Всех гостей с Днём города поздравил мэр Алексей Копайгородский. Спасибо каждому из вас за то, что сегодня находитесь здесь. Разделили наш праздник. Спасибо за ваш каждодневный труд, благодаря которому наш город становится краше. И у нас с вами серьёзные перспективы, серьёзные возможности на благо нашей Родины, на благо нашей страны, на благо нашего Краснодарского края. Концерт прошёл и на площади Южного Мула. Для гостей пели молодёжные кавер-группы и певица Нюша. Завершился вечер праздничным салютом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКД. Состоялся и торжественный приём главы города. Традиционно на нём чествуют людей, которые внесли весомый вклад в развитие Сочи. Среди них учителя, врачи, деятели культуры и науки, работники социальной сферы, коммунального хозяйства, руководители предприятий. Приглашённых приветствовали артисты кубанского казачьего хора. От имени главы региона Вениамина Кондратьева собравшихся поздравил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Сочи – это вы. Полмиллиона талантливых людей, которые добиваются впечатляющих результатов, сохраняют добрые традиции и заботятся о своей малой роде. Мы искренне гордимся вашим успехом. Ежегодно Сочи принимают около 6,5 миллионов гостей, не исключение и нынешний сезон. Глава города отметил, что именно благодаря труду сочинцев курорт стал одним из самых востребованных туристических, культурных и спортивных центров России. Огромную признательность выражаю всем сочинцам за активную гражданскую позицию, неравнодушен к проблемам нашего города и будущим. Вы – опора нашего города. Верю в вашу поддержку. Наша сила в единстве. Поздравляю всех вас с праздником. За выдающийся профессионализм и вклад в развитие города 39 сочинцев получили государственные награды Российской Федерации, Краснодарского края и муниципалитета. Кстати, среди приглашенных были и те, кто руководил курортом в прежние годы. Леонид Мостовой отметил, что за последние 10 лет город благодаря поддержке федеральных и краевых властей стал другим – европейским, с достойной курортной инфраструктурой. 20 лет назад мы могли только мечтать о горном кластере, как это сейчас модно говорить. А сегодня это, ну, поверьте, я объехал много лыжных курортах по всему миру. И хочу сказать, что Сочи выглядит исключительно достойно. И качеством трассы. И, надеюсь, и количеством. Хочется еще увидеть новые трассы, но уже сегодня абсолютно достаточно для курорта такого, знаете, хай-класса. Во всех выступлениях на торжественном приеме звучала общая мысль. Сочи – это главный российский курорт. И его жителям под силу многое. Совместными усилиями они могут справиться с любой задачей, даже самой амбициозной. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи и Нагату будут обмениваться спортивным опытом, в частности, в области дзюдо и самбо. Такое решение было принято во время визита японской делегации на курорт. Соглашение о сотрудничестве Сочи и Нагату, а также обмене опытом в различных сферах, было подписано в прошлом году. На этот раз представители мэрии Нагату и префектуры Ямаготи интересовала возможность обмена спортсменами, показывающими хорошие результаты. Представители сочинской администрации предложили обучать в Сочи японских спортсменов нашему национальному виду единоборств – самбо. А тренеры Нагату, в свою очередь, готовы преподавать перспективным сочинцам свое национальное боевое искусство – дзюдо. Дружественные и партнерские отношения между городами-побратимами планируется установить не только в отрасли спорта, но и в социальной политике, культурной, молодежной и образовательной сферах. О чем мы договорились, это в ближайшее время организовать встречу двух мэров городов, потому что и в городе Сочи новый руководитель, новый глава города и как раз на днях вступил в должность новый глава в Нагата. И поэтому очень актуально, чтобы они встретились, запланировали стратегические точки взаимодействия. Программу совместной работы сочинская мэрия подготовит к концу года. В следующем году уже решено провести международные товарищеские турниры по дзюдо и самбо. Расписание поездов в Сочи и обратно изменится с января по апрель. Это связано с масштабным ремонтом железной дороги на перегоне Чинары-Чилипси. В связи с этим с 14 января по 27 апреля будет приостановлено движение пассажирских поездов на участке Краснодар-Горячий Ключ-Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ-Туапсе. Количество пассажирских поездов между Ростовом и Адлером почти не изменится, но возможны изменения в расписании движения. Например, популярный поезд Ростов-на-Дону-Адлер отправится из Ростова по графику, но пойдет по Армавирской ветке и сделает остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская и Белореченская. В Туапсе состав прибудет почти на 4 часа позже обычного. Самое главное, на время ремонта прекратится движение поездов «Ласточка» из Краснодара в Сочи. Поезда Краснодар-Адлер и Краснодар-Роза-Хутор будут ходить до Туапсе. Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером планируется назначить новые поезда. Праздник Джергуба отметили в Сочи. Это национальный осетинский праздник. Джергуба – это день Святого Георгия. По традиции на праздник готовят национальные блюда. Пекут осетинские пироги, варят домашнее пиво, а на стол подают баранину. Представителей диаспоры поздравил глава города. Праздник в честь Святого Георгия, самый большой у осетин его, будут отмечать всю неделю. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Юные соученцы присоединились ко всероссийской акции «Крылья ангела». Это конкурс рисунков среди детей из многодетных семей, посвященных Дню Матери. Участниками акции «Крылья ангела» стали ученики Адлерской художественной школы. Ребята рисовали своего ангелохранителя, который олицетворяет доброту, любовь и заботу. Так же, как и мама. Поэтому на рисунках мамы с крыльями и без, но в каждой работе образ один, оберегающая своего ребенка мама. Акция проходила в два этапа – работа над рисунками и выставка. На нее пригласили одного из инициаторов акции, депутата городского собрания Сочи Анжелу Селюкову. Она приняла участие в награждении победителей и вручила ценные для художников подарки – сертификаты на приобретение принадлежностей для рисования. Для каждого ребенка, мне кажется, это просто самое громкое слово, самое важное слово, самое вкусное слово, звучное слово. Я сама мама, и поэтому каждый раз меня переполняют эмоции с праздником. Я обучалась в этой школе, посещала практически все секции в Доме пионеров, художественную школу, музыкальную школу. Я была с детства активной барышней, поэтому для меня все дошкольные учреждения, они для меня знакомы, поэтому я стараюсь поддерживать, потому что я тот депутат, который вырос в этом районе, живу в этом районе. Основная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам материнства и детства, повысить общественный статус многодетных семей. Ну а самим детям предоставилась возможность не только признаться в любви маме, но и показать свой талант. В итоге из 200 работ выбрали 8 победителей. У нас очень много рисующих детей и много многодетных семей, более 100 человек детей у нас из многодетных семей. Как всегда художники отбирают работу, чтобы это было интересное решение, эмоциональная, выразительная работа, конечно. Это в первую очередь. Мамы у них похожи на мам. Вот неуловимым, таким необъяснимым каким-то чутьем они улавливают вот эту похожесть. Работу Майи Стоминой можно было и не подписывать, шутят члены жюри. Портрет не просто трогательный, но и узнаваемый. Я хотела запросить очень красивую и добрую маму. Я работала аккуратно и подбиряла только самые лучшие и красивые цвета для мамы. Я была удивлена, мне очень понравилось. Прям неожиданный такой был подарок к празднику. Удивлена, такой сюрприз, подарки приятные. Мы рады. Нам на перемене сказали закрыть глаза и подумать, как вы хотите представить маму, как вы хотите, какие действия изобразить. Я представила то, что мы летим в облаках, и мне мама дает книжку про добро. В доме всегда у нас присутствует слово «спасибо» мы не знаем. Мы всегда говорим друг другу слово «благодарю». Поэтому добро в нашей семье всегда есть и будет. Очень приятное ощущение, торжественное такое чувство. Ребенок первый раз победил. Мы очень рады. Ура! Мама, когда дождь начался, она взяла зонтик, и мы пошли с собачкой на улицу гулять. Я вспомнила этот день и нарисовала его. Гордость. Надеемся, что дальше только одни победы. Мы вообще не ожидали, честно говоря. Тут у нас и тур, да, и сертификат нам подарили. Так что, конечно, очень приятно. Рисовать крылья ангела в День матери в Сочи станет традицией. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи выбрали супермаму. В городе прошел 11-й конкурс среди будущих мам. Организаторы – Центр материнства «Аквамама» и сеть спортивно-здоровительных центров «Растем вместе». Вот они, пять участниц в интересном положении. Уже через пару месяцев каждая из них станет мамой во второй и даже в третий раз. Они уже супермамы, но корона-победительницы должна достаться только одной. За высокое звание будущие мамы боролись на сцене. Свою исключительность доказывали в конкурсах – спортивном, хореографическом, кулинарном. Демонстрировали мастерство в уходе за малышом, готовили подарки своими руками. А еще каждую участницу беременность вдохновила на открытие. Кто-то впервые запел, в том числе в стиле рэп, кто-то научился играть на фортепиано. Показывали на сцене и самые настоящие химические опыты. Ну и кульминация – традиционный номер любого конкурса красоты – дефиле в вечерних платьях. Со всеми заданиями участницы справились благодаря занятиям спортом в Центре материнства «Аквамама». К слову, после рождения малышей эти мамы продолжат тренировки, но уже вместе с детьми. В спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе». Директор этих учреждений, она же идейный вдохновитель конкурса «Я супермама» Анна Батрак. Она подготовила к родам 6000 будущих мам, да и сама – мама троих детей. Цель конкурса – доказать, что беременность – это самое прекрасное состояние и яркое время в жизни каждой женщины. Цели конкурса участники достигли, а вот членам жюри пришлось нелегко. Но выбор сделать пришлось. Для начала назвали победительниц в номинациях «Самая креативная», «Самая обаятельная», «Самая стильная», «Самая нежная» и «Самая спортивная». А для объявления «Супермамы-2019» на сцену вышла победительница прошлого года. Переходящую корону Людмила Ковалева передала Анжелике Сордия. И Людмила торжественно передает корону новой супермаме – любви Чедесарского материна! К слову, Анжелика готовится стать мамой в третий раз. Эмоции просто переполняют меня. Просто у меня нет слов, насколько это незабываемое событие в моей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Спасибо жюри за оценки. Хочу поздравить всех с Днём матери. Мы получили замечательный праздник всех мам, всех бабушек. Вот и закончился наш праздник, посвященный Дню матери. Очень душевный, очень искренний. Мы до сих пор под впечатлениями. И все будущие мамы, которые были на этом празднике, которые участвовали в конкурсной программе, все они достойны этого звания «Супермамы». Здоровья, счастья и любви. Помимо эмоций, участницы конкурса «Я – супермама» унесли домой десятки подарков от спонсоров. От распашонок до колясок. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Традиционно в День города прошел турнир по уличному баскетболу на Кубок городского собрания Сочи. В нем участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители разного возраста и уровня подготовки. Три небольшие площадки для стритбола на один день появились на площади искусств. Городской турнир по уличному баскетболу на Кубок городского собрания Сочи прошел в День города уже в четвертый раз. Инициаторы соревнований – Совет молодых депутатов. Они же организовывают турнир и закупают все необходимое для его проведения. Все мы поддерживаем спорт, спортивное начинание. И наши ребята вовлечены в эту спортивную жизнь, и это их образ жизни. И сегодня они благодаря этому и сегодня находятся здесь. За Кубок городского собрания Сочи боролись более 80 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Победители определялись в номинациях «Профессионалы», «Любители» и «Молодежь». Всего 21 команда. Это действующие спортсмены из разных районов города, воспитанники спортивных учреждений и просто любители уличного баскетбола. Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Это же будущие лидеры, это будущие управленцы, будущие руководители, возможно, будущие педагоги. Они будут воспитывать тех, кто дальше. После нас придут они, после них придут еще кто-то. Наш город должен развиваться, мы не должны стоять на месте. На месте не стоит и уличный баскетбол. Баскетбол – этот вид спорта уже не просто популярен среди молодежи. В следующем году стритбол станет олимпийским видом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел чемпионат и первенство Южного федерального округа под Хэквондо ИТФ. В турнире приняли участие более 350 спортсменов в возрасте от 11 до 39 лет. Их разделили на три возрастные группы. В бескомпромиссных схватках сошлись атлеты из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, городов Керчи, Симферополь, Республик Абхазия и Адыгея. Наш край представляли спортсмены из Сочи, Краснодара, Геленджика, Курганинска, Темрюка, Армавира и Станицы Новопокровской. Соревнования проходили в личном и командном зачетах, в разделах спарринги и комплекс формальных упражнений. Большинство атакующих действий основаны на взаимодействии двух сил. Правильно используя движение тела соперника, достаточно нанести не сильный встречный удар, чтобы опрокинуть его. Почетными гостями турнира стали руководители Национальной Федерации Тхэквондо и ТФ, победители и призеры, награждены медалями, грамотами и ценными призами. В Сочи завершился Международный туристский форум. Большую часть участников и посетителей составили российские и зарубежные специалисты, туроператоры и турагенты. Свои услуги на форуме презентовала и сочинская компания СССР Тур. Туристическое экскурсионное бюро СССР Тур – постоянный участник выставочной экспозиции форума «Сифт». Экскурсионным обслуживанием, размещением туристовой организации трансферов компания занимается уже больше 15 лет и зарекомендовала себя как надежное экскурсионное бюро, выполняющее заказы любой сложности. Квалифицированные специалисты всегда помогут гостям сориентироваться в выборе места для отдыха и подберут удобный маршрут для незабываемого путешествия как по всему Большому Сочи, так и в соседней Абхазии. Наши гости гарантированно получают высокий уровень обслуживания, безопасности, качества. Наша компания в силах организовать экскурсию любой сложности благодаря квалифицированным гидам и автобусам повышенной комфортности. Все, что мы делаем, мы делаем своевременно, быстро, качественно и безопасно. Мы готовы работать в любых направлениях на взаимовыгодных условиях. Для нас самое важное – это качество обслуживания. Почему? Потому что если обслужить хорошо один раз, то гость в следующий раз приедет снова к вам. Мы не живем одним днем, мы развиваемся ежедневно. Офис экскурсионного бюро «СССР Тур» находится в Адлере по адресу улица Демократическая, 83А. Получить информацию можно также по телефону 8-918-207-44-74 и 8-918-409-42-34 или на сайте sssrtur.ru. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.